Добрый день, в эфир Радио Нарва, у нас в гостях Михаил Стальнухин. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. Сегодня я хотел бы просто узнать ваше мнение относительно того, что мы с вами довольно стабильно часто встречаемся, записываем мнения, высказываем свои соображения, никогда не даем советов, что вот мне нравится в этом смысле, да. И это привлекает все больше и больше людей, которые оставляют свои комментарии, кому-то мы благодарны, что-то мнение совпадает с нашим, что-то не совпадает. Но бывают еще и откровенные, даже не знаю, как это, чтобы не вырубаться. Ну, малохольные. Часто с этим сталкиваетесь? Нет. Они более активны, чем нормальные люди. Нормальных людей абсолютное большинство. Я думаю, что из почти двух тысяч моих подписчиков таковыми является 99%. Просто вот есть такие, у которых недержание речи по одной причине, у них вот эти вот нейронные связи, там что-то с ними происходит, они замыкаются сами на себя. В общем, люди, которые ничего не понимают в нашей жизни, начинают выставлять какие-то претензии, какие-то... Ну, давайте я вот один прочитаю, да? Да. Значит, автор комментария пишется как... Вот. И вот такой комментарий. Как можно жить в тотальном негативе своей Родины? То есть, это он мне пишет, да? Значит, он считает, что то, о чем мы здесь говорим с вами, это тотальный негатив своей Родины. То есть, он не видит разницы между словами Родина и государство. У меня был такой случай в нулевые годы. Я был председателем городского собрания Нарвы. Нарва с каждым годом поднималась. Это были годы роста небывалого на нашем уровне. Ну, все нулевые годы практически. У нас каждый год на 100 миллионов крон увеличивался бюджет. Когда я стал председателем, он был меньше 300 миллионов крон. Когда я закончил и в 2011 году уходил, он превышал 900 миллионов. То есть, там дальше миллиард был уже совсем рядом. Что, соответственно, давало городу разные возможности. То есть, в этом городе очень мало найдется таких вещей, которым я в составе той команды, которая тогда работала в городе. Я ни в коем случае не приписываю это себе. Но была совершенно иначе работающая команда. Почти нет в городе того, к чему бы мы не приложили руку. Касается торговых центров или занятости, новых предприятий и так далее. Но что мы видим сейчас? Мы видим безработицу, которая увеличивается, увеличивается, увеличивается. Я спрашиваю людей, тут одно интервью готовится, в связи с которым я вот просто... У меня же каждый день встречи со своими студентами, скажем так. Я их спрашиваю, какие основные проблемы? И мне говорят, вот этот вот переход, совершенно непонятный переход на эстонский язык нардских школ. Второе, безработица. Третье, низкие зарплаты. То есть, с одной стороны, конечно, работать лучше, чем быть безработным. Но с другой стороны, настолько низкие зарплаты, вот в сравнении, вот в контексте Эстонии. И это не Родина. Это делает не Родина, это делает государство. И вот в нулевые годы, с чего я начал, да, был такой случай, году где-то в шестом-седьмом. Ко мне приехала в гости работница, я не помню, кем она там была, но такая официальное лицо из посольства Соединенных Штатов. Мы с ней сели поговорить. Я думал, это нормальный человек. Я начал ей излагать мысли, как я всегда их излагаю. То есть, что думаю, то и говорю, стараясь никого не обидеть. И в мое понимание входило, в частности, и то, что когда я говорю, что антипидиот, я имею в виду, что я не пытаюсь его обидеть. Я констатирую факт. То есть, до 2007 года шло поступательное движение развития. Ну, значит, она была после 2007 года уже, где-то в 2008 или 2009 году. Но он, вот этот вот баланс, который уже сложился в обществе, вот-вот казалось, уже общество станет по-настоящему единым. И он одним мероприятием, одним мероприятием, он все это разрушил. Он расколол общество. И этот раскол, который и сейчас мы переживаем, он сохранился до сих пор. Ну, я его назвал, как назвал. Вот. И меня поразила реакция этой мадам. Она стала возмущаться. Как вы можете? Вы живете в Эстонии, в стране. Как вы можете вот так вот относиться к премьер-министру ваш? Ты что, ненормальная, что ли? Это кто мне будет объяснять? Это человек, который ненавидит и презирает противную сторону по политическим мотивам. То есть, трудно найти слова, которыми бы республиканцы не обзывали демократов, а демократы республиканцев Соединенных Штатов. Там многие их аналитики говорят об опасности гражданской войны. То есть, а здесь вы хотите увидеть что-то вроде Японии 19-го или 18-го века? Есть Микадо, и мы все его любим, потому что он живой бог на земле? То есть, мы с ней славно поговорили. Поговорили про Куклукс-клан. Я помню, как тетенька удивилась, что кто-то знает о том, какие заслуги во внедрении демократии в общественное сознание мировое внесла Америка. Ну, Куклукс-клан, по-моему, очень интересная тема. При случае могу и поговорить об этом. Ну, вот, и как-то вот это потом просочилось. Помните, там Викиликс кто-то слил информацию? Да, журналист. Хороший человек. Вот, несколько миллионов документов. И оказалось, что там легко разыскивается. Оказалось, что она приехала в посольство и там составила доклад, в котором и мои слова изложила, и свою реакцию. Вот, и потом, вот, вместе вот с этим отчетом, этот отчет вместе со всей массой документов, там было несколько миллионов документов, это все вывалилось в сеть. Все оказалось там. Вот. Мне казалось, что люди с течением времени должны понимать, что есть Родина, есть вот эта вот общность какая-то географии, природы, истории, культуры, людей, языка, которая из себя и представляет вот это вот в сумме то, что мы называем Родиной. А есть надстройка, есть государство. И у вас нет никогда никакой гарантии от того, что в эту пристройку заселятся люди откровенно тупые, наглые, вороватые. Вот они ее заняли. Они представляют, они как Людовик XIV. Государство это я. Это они государство. С какой стати я должен вот к этому государству относиться хоть с каким-то позитивом? Это государство пытается, что оно пытается сделать? Оно пытается отнять у меня чувство самоуважения. Оно пытается у меня отнять мое понимание истории. Оно пытается у моих детей отнять будущее через реформу вот этой вот школы. Насчет ненависти, это вы поговоричились. Но вот презрение, оно присутствует. Это действительно. То есть любовь к Эстонии как к стране, как к Родине. Но откровенное презрение вот к этим всем, которые решили почему-то, что они самые умные. И они могут решать, как мне жить, что мне думать. И к чему мне готовить моих детей. И вот когда вот такой вот появляется вот этот... Как можно жить в тратильном негативе своей Родины. А ты каждое утро встаешь под козырек и гимн исполняешь? Или как? Или ходишь по первому свистку туда, куда тебя зовут заводные агитаторы? Вот как вот с этим быть? А главное, я не понимаю, Виктор, а что он делает? Что он ходит ко мне? У него есть масса возможностей. Вот открываешь любую газету и давай восторгаться тем, что происходит. Давай восторгайся. Предприятия закрываются. Министры разбегаются. О министре поговорим, наверное, отдельно. Вот, значит, увеличивается статья расходов на поддержку где-то по поводу какой-то войны. При этом у людей все меньше и меньше покупательная способность. То есть вроде что-то где-то и растет, там, с пенсиями, там, с индексацией, еще с чем-то. Вы на цены посмотрите. То есть было такое время, когда громко говорили, мы ради независимости готовы есть картофельные очистки. Я однажды рассказывал историю здесь про то, как предложили поесть картофельные очистки таким деловым людям и какую реакцию это вызвало. А может не рассказывал. Напомните. Да. Могу как-нибудь. Вот. Но сейчас, в нынешней ситуации, оставаться вот этим вот убежденным фанатиком и не понимать, что наверх забираются те, кто вам пытаются понравиться, используя для этого ваши самые низменные мотивы, самые низменные устремления, которые не знают, что делать с экономикой, социалкой, с образованием, поэтому нещадно их реформируют, что приводит к их самоуничтожению. Тянуться это будет, конечно, это всегда процесс небыстрый. Но с какой стати я, например, должен их любить? Или как вариант. А почему я должен молчать? У нас есть конституция. У нас есть право слова. У нас гарантирована свобода мысли. Ну, мысли пока еще трудно прочитать, за них пока еще трудно посадить, да? Со словами уже приходится быть гораздо осторожнее. Я буду разговаривать с теми, кто, я не говорю, разделяет взгляды, хотя бы понимает, о чем я хочу им сказать. Вот, и, ну, скажем так, я не фанатик вот этих вот комментаторов и по натуре не мазохист и вот эту вот дрянь. Просто иногда бывает вот с этим новым телефоном, да, там все время что-нибудь выкидывает прямо на экран. И перед тем, как смахнуть, я все равно успеваю это прочитать. И вот эту дрянь прочитал вот так вот. Спасибо, Михаил, за ваше мнение. Да. Всего хорошего. И вам всего хорошего.